Доброе утро, мои дорогие! Может так будет лучше фронталкой, потому что пишут, что ничего не слышно. Я сказала, что я поворачивать больше не буду. То есть я не буду показываться, потому что плохо слышно. Сегодня суббота, и я иду... Видите, какое солнце? Вай-вай-вай! Такое солнце, мы сейчас спрячемся от него, вот здесь, за этим деревом. Вот так, вову! Немножко спяталась. Сейчас я иду на рынок быстренько, за молочком, за творожком, ну и возьму сметану, потому что сметана очень понравилась, очень-очень, поэтому бегом за покупочками. Я там рынка вам показывать не буду, потому что у меня с утра сидит много работы. Мы едем сегодня, правильно, мы сегодня будем отдыхать. Вот эти субботы и воскресенья будем отдыхать, ни о чем не думать, потому что эти все, знаете, бытовые, житейские проблемы просто задыбут. А надо подумать и о себе. Все, мои дорогие, я бегу на рынок. А вы еще понежьтесь в кроватку. Спать хочется, да? Вы заслужили, и сегодня выходной. Поэтому все, давайте, я побежала. Хвостики мои, я уже дома хотела вам, знаете, что показать? Смотрите, привезла мне женщина кабачков полный пакет, свежусенький вообще, прямо течет из них, вот с хвостиков, с этих. Ну, я еще, смотрите, уже сделала с собой взять. Вот жарю, и вот целая миска, и вот целая миска еще. Заправочку такую сделала, тут чесночок, розмаринчика порезала, перчика, растительное масло, сахарок, лимонный сок, я вот так сверху побрызгала, супер, закусочка будет супер. К чему это я все говорю? Значит, знаете, что во вторник мы с вами будем готовить икру. Я положу их в холодильник, ничего с ними не случится, во вторник у нас будет кабачковая икра. Так что можете тоже покупать. Саша уже приехал, что ли, мой? Да, уже мой Саша с работы приехал. Так что, вот так вот будет у нас икра. Все, цыганы уже вигніздилися, трошки тут же натягуя, но ничего. Мы едем на машине, все, едем уже, хоть трошки отдыхнем, еле-еле собрались. Ну, срочно не собрались, все, мы, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, фу, какой некрасивый сегодня прицеп, да, то красивый, сейчас некрасивый. Все, мы едем. Классно видно. Боже, я хотела взять селфи-палку и забыла. Ёб, пересетену. Ну, вот так поставить, да, чтобы мы кушали, снимали, потому что однажды жарит. Когда? Когда я жду видео? Нету видео. Так, у нас вот повыше, машина у Вовы повыше, так что обзор нечего делать. Вот леса наши. В этом году, наверное, дела не будет, да, Лен? Грибами? Да. Да. Засуха. А я сказала, давайте, давайте, выедайте, выедайте, эти грибы. А он говорит, да, ну, грибы нельзя долго хранить, хоть как бы ты не делал, да. Красота, да? Ну, вот мы в таком хорошем месте живем. Супер. Просто единственное, что сильно зарастает, там, где раньше тут справа грибов, была тьма. Сейчас позаростало, потому что там, где такая трава зеленая, гриб, не будет белый, правда? Мы за этой стороны часто собираем, а тут же вообще есть грибы, да. Телепает уже. Приехали на Турбазу, там домик хороший, там такая беседка хорошая. Вот это первые были, вот этот домик. Ой, извините, извините, вот, пожалуйста, поздоровайтесь. Поздоровайтесь. Скучают за вами, да, что вы не приходите, и не приезжаете. На прямой эфир приходили. А, я тут, 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 тут. Да, 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 пивко. Рыбы немае, потому что рыба бутулизм, и рыба сушеная пока не емо. Все начиналось вот с этого домика, и вот с того он, вот с того. Это все построилось, и вот эту лавочку мы носили туда-сюда. Боже мой, уже людей нету в живых, которые тут приезжали, мы отдыхали, и родственники, и знакомые. Одни в Испании далеко живут, кто-то разъехались, но вообще место очень хорошее. Там мы на рыбалке были, а Псел, вот он, где синий столик, это уже Псел, и тут Псел есть. Туалет, все. Идемте, мы тут посмотрим, как обычно мы с Леной приезжаем, мы сразу тут моем пол, чтобы чистенько было нам. Она не той ключ дала. Не той ключ. Нет, тут же, конечно, длинный, она его крутила. О, цей. Вин такой длинненький, значит, ты не меняй. Смотрите, тут есть свет, мы лампу взяли, есть вот розетки, пожалуйста. Сейчас мы там, я взяла такую эту, потому что стол, вот здесь мы будем сидеть, тут и тенечек, где эти лавочки, хорошо. Там такая у меня скатерть уже в пятнах, скатерть белая, залета вином, а где же мангал? Нету мангала, тут украли, да? Запрятанный, наверное. Ну, крайне случай, там будем. Вот тут за этим столиком сидели, сейчас тут уже никто не сидит. Та не, я думаю, не. Сейчас кухня, а хай кухню открие. Видите, тут никто не сидит уже, тут так это воду ставят, то снасят рыбацкие, когда мы на это. Ну, мы уже были, то уже было залите. 9 мая прямо, ничего себе. А вот здесь просто кровати стоят, такие, знаете, железные. Да ну, ладно, что, знаете, комары не кусаются, и тепленько. Закрывается, никто не заезжает. А вот там вот, правда дети купаются, боже, обалдеть, смотрите. Видите, ну, я вам покажу все. Там уже видно речку, тут хорош спуск. Ну, там вот на рыбалке я сидела, помните? Там есть и качели, вот смотрите, и осына, хорошо вечером подойти, постоять возле осыны. Воздух, конечно, очень хороший. Народа здесь, вот там вот на той половине много народа, а здесь народа немного, супер. Видите, приехали люди, сейчас шашлычок пожарят и поедут, без ночевки. Вот там вот эти гоковские, такие красивые, но сейчас никто там не отдыхает, там все так сделано, классно. Ты что, замерзла? Тут у них эти дрова находятся, у нас то свои дрова есть, ну. Там якийсь диван, не, мангал может на кухне быть. Ого, там цикетополя, где вырубать его надо. Подсмотрели, все подсмотрели. А мы сейчас, может, ну, хотелось бы, тут, конечно, рядом мангал. А ну, давай сейчас посмотрим. А ну, холодильник выключенный, я даю руку. Холодильник выключенный. А плиты не мае газовой? Блин, а я мультиварку не взяла. Ну, электрическая. Не мае тут электричная. Может, десь внизу стоит. Вот моют девочки, тут все. Ну, что? А где их электрическая печка? Ты не спросил, Сань? А ну, открый кухню, потому что мы в холодильник поставим, там, эта рыба очень замерзла, хай она будет. Она чиста, мы туда на уху бросим, тоди. Харманчик, дивяки у Саньки. Да ты что? Я уже не знаю, куда дивиться. Давайте тут подивимся. Есть мангал? А ну, все. А ну, печки нет. Нет, тут газовая печка, ребят, шовы. Есть баллон? А ну. Надо подпаливать. Холодильник включай, Саня. Вот холодильник, смотрите, все как положено. Вот холодильник, включай розетку. Ну, тут есть какая-то, ну, наша посуда там. Процесс пошел. Все, холодильник работает, супер. Пошли. Пока прикроем. Что открывать, ничего, пока вот этот домик, наверное. Ну, нам сегодня не нужен. Котку замуж. Нет, нам ничего не нужен. Семь смертных грехов. Десять смертных? Пожалуйста. История. Вот это и открыли, Саша, чтобы он был готов. Вдруг. Глава вам. Это Лена нам в том году, в том году, да, Лена? Она, мы ложимся на ритро, и я вам буду читать семь смертных грехов. Читая, и мы так хорошо спим, а на нем покажем, что там чистенько, есть посуда, или нет? Там посуда нет. То есть. Чистенько, семь смертных грехов. Диваны наши, то это Ленин, а это мой. Мы застелим сейчас посидим. Дивите, тут сервант он стоит, а вот, смотрите, три брехуна на этом. Кресло. Прокладненько тут, хорошо. Даже электрочайник, я прижала, где чай робить. Соль везла, дивись, соль есть. Туалетную бумагу я везла, ну ничего. У меня что покрывало? Одеял немае, Лен? Одеял нету. Одеяла тут даже не было. Нема. Там и перейдите. Все на ключах. Без одеял, жопка. кто у меня на домке. А пол грязи, сейчас я помою пол. Скатерть, смотрите, какая. Дивите, какой белый рушник. Сань, ты открываешь? Вилки, ложки. А посуду побили, между прочим, посуды было больше. Одеяла, может в красном. Ух ты, смотри, на який тут шаман, чтобы не чисто сила не залазила сюда. Дивись, Лена, Лена, диви. Что там? Это шаманство будем выводить из них. Сегодня вечером веса выгонять. Я буду вычитать всем грехов, або вам будет думать. Гординки такие. Ночевать можно. Даже люстра есть. И серван, это что, из дома пропер. Сейчас это по трусам покрывало бы на них. Ты уже по трусам, да? Ну все, постели застелем, пол помыем, и все будет чистенько, все будет хорошо. Так, все, мы разгружаемся. Эти ребята уже мангал притащили, нашли все. А машины съезжаются и съезжаются. Ну что, мы уже готовы к приему. Может, задержать? Не надо. А зачем? Она что такое? А, ты хочешь закрыть? Открывай их, хорошо? А вот машина бралась? Нет, бери. Вот единственное, что тут проблема, вот это осы. Их тут вообще ужас. Просто... там штучка реагирует, ну, он именно и реагирует, что от комаров. Ну, да, давай включим, переноску. им надо, да, отдельную тарелку, еще сладкую, сахар насыпать и все. Ну, давай туда, давай на ту сторону лучше, Лен, сахар насыпем. Я седаю тут. А, тут есть ножика, я сейчас еще и взяла. Ну, падайте уже. Так, мы сейчас по 50 грамм, потому что за здоровье Сашине, никто даже не выпил из 100 грамм в этом году. Кто уже вкусил? Кто? Как воду нахожу. Не собака, слава богу. Ну, ну, афиг, слышишь? А, уже это докция, надо ехать было. А что же делать? Та ты еще найди, пожалуйста, эти, вакцину, да. А, что скажут, вакцина хорошая, один или два. Так, ты найди еще ту вакцину. Ну, будем выполнить Оленки в конце. А, у вас же знакомые есть, где из бутилочек вакцинах. Вот что на Украине есть, так это хорошие места для отдыха, правда? Они бездельки? Нет, на море, знаешь, там на березе, ну, что там, ну, сиди на море, да. А здесь и лесок, и свежий воздух. Так, водичка, стаканы. Мы быстро с Леной перемили посуду, все. Поли, помили, все порядок. У нас, как в Самвелла, все чисто, красиво, все стили. Кота, кота, нема. Кота нема. Не, он, дивися, помыла, все. За котом девочки ухаживают. Да. Мы сегодня отдыхаем, у нас сегодня взрослотник. Детей немае, да. Так, ну что, все. Мы покушаем, а что же, сейчас, наверное, уже есть и хочется. Лена, вернулась с твоей книги, говори, давай, что мы переедаем. Чревоугодник, как показывает самое название, есть тот, кто угождается ему чреву, служит ему усердно. Но это каждый из нас. Своему исполняет все желания его. Угождать чреву можно не только не умеренным употреблением пищи и питья, но также изысканными, прихотливыми кушаниями и разными сластями, хотя бы все это употреблялось и в небольшом количестве. Я хочу так это решить. И питье должны служить человеку для утомления голода и жажды и для подкрепления сил телесных, а не для пресыщения услождений. Так подожди, в каждую разную степень наслаждаться. Не, интересно этому пидарасту, что писал, вынояк служил. Голова, не ругайся. Я читаю святую книгу. Нужно вести спартанский образ жизни по вот этой книге. Да не, ну подожди, ну так разное ж насыщение есть. Так тихо, слухайте, вы мовчите, приносят вред и по чреву ненасытную и неблагодарную. Как не служи ему, как не ублажай его, оно даст тебе воздаяние расстройство здоровья, упадок сил телесных и душевных и сократить дни жизни твоих. Это глупость, а если вообще не если вообще сдохнуть? Давайте я вам скажу, я читал одну вещь, Крежечку, которая называется это жития Будды. Будды? Будды, да. Ну-ну. Непонятно, кто пишет, а тут про Будды. Так там написано, что жизнь идет в познании. Когда Будда голодал, как вот это вот тут, воздерживался от пищи, и все, и там чуть не сдохнул. В сравнении, наверное, да? Чи в познании? В познании. Ты должен познать, что такое обьедание, что такое это, и для себя делать вивод на счет этого. Если ты не знаешь, что такое креветка, как ты ему скажешь, ему нахренула? Ну да, это точно. Или мясо какое-то. Или мясо. Да. Ты должен познать это, а потом для себя решить, хреново это это или не хреново. И все. Ну тут, наверное, лучше. А кто написал? Кто издал эту книгу? Наши доблестные попы в старые времена, там, 500-600 год назад, когда были посты, и нельзя было есть мясо, все. Что они сделали? Спасу приближали, что бобарят. Бугарский монастырь. И ели бобарят. Вот и все. Так что, в лиге всегда можно, когда ты хочешь. А честно сказать, что я живу так. Блуд и любодеяние. Не, ну знаешь, как вот мама Сашина, она говорит, что батюшки за свои будут потом отвечать. Кто этот? Потом отвечать будут. Не дашь в Библии не указать, что после ростового вести ее должен обязательно постовать. Не, ну наши посты нечают для того, чтобы похудеть в основном. Так что это просто... Не, не, я имею в виду этот. Что там написано? Прелюбодеяние. А ну давай запрелюбодеяние. Беззаконное сожитие мужа с женою, чужою женою. Правильно. Или жили с чужим мужем. Правильно, с чужой. А то страстные мысли, неприличные разговоры, даже не деля из глядов... Тихо, нет. То не считается, то свободный человек. Да. Обращенный с вожделением на женщину причисляется к любодеянию. Спаситель так говорит о всем. Вы слышали, что сказали древние? Не прибудейте. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. Правильно, как помнишь, Коля немца, свидетели его. Кажа сидит, вот приезжаем, мы сидим, Гена, Царство Небесное, Кум, Сашка сидит с каменькой, она говорит, ребята, если вам нравится чужая женщина, выколите себе глаз. А я говорю, Коля, что ж ты вообще с двумя глазами, а сам с такими девочками? Поэтому... Аблут. Беспорядочная, плоская любовь между женщиной и мужчиной, не находящимися в супружестве. Святой апостол Павел строго распрещал этот грех. Это гражданский брак? Ну, понятно. Нет, беспорядочный. Беспорядочный. У нас порядочный. А кто эти порядки устанавливает? Не знаю. Святой апостол, наверное, Павел. Лена, давай эту книжку, не порть себе. Почитаешь нам цена ночи. Да, это украинская церковь. Ну, что интересно, никто не украл книгу, да? Третий год читаю. Третий год читаем, да. В деревьяном, там эхо хорошее. Ой, там койки плохие. Ой, там пружинчатые. Так хорошо там высыпаюсь на той кровати. Ой. Это ты этой книжкой утешаешь, когда Вовы доводила? Это книжка тут, на даче. На турбазе. На даче, Саша. Ой, Господи. Вы знаете, в тени вот смотрите, мы сидим, и Лена, вы иди в кофте. Да, холодно. И я вот. Ну, не холодно, тепло, хорошо. Ну, не холодно, но не жарко, Володя. Не, знаешь, не страшно жарко, тепло, хорошо. Не, ну, если на солнце вылез, то может быть жарко. Ну, не ничего, мы пойдем к своей набору. Я знаю, китки ходят, китки ходят, вкупаются. Да, в трусиках купаются. Водотеков. Ти думаешь, сейчас пойдем попробуем? Мы пойдем попробуем. Ну, там лучше, там, правда, такой крутий вкус, но тут писка не має, чтобы много не замазали. Я не пью. Так, все, общаемся. Книгу почитали, теперь что? Сейчас будем в карты играть. Може, вот так подъяли трошки, а потом уже будем варить. Кто у нас за кухню отвечает сегодня? А еще нет, ребятки, надо же сейчас пойти на берег нашу рыбу почистить еще. У меня сом почищенный, а тоже не почищенный. Все, сейчас пойдем. Мы пойдем прогуляемся туда. Сейчас, секунду, карп Саня привез и два судачка, это то, что жарить. А сом замороженный, завтра пожарим. Да, ну, на сегодня нам хватит. А ты хочешь сома жарить или уху? Сома, голова это уха, а тоже жарить завтра будет. Воно мерзли, хай оно трошки там уростает. Завидуйте нам, да, вот правда. Да, нам завидуют, что мы сидим на природе. Да, перестань. Не надо, положи ее. Нет, они белой завистью. Если у вас есть свободная минута, выезжайте, отдыхайте. Работу всю не переробишь. Для всех хорошим не будешь. Жизнь короткая. Да, жизнь короткая. Сказали наши мужчины и застеснялись. Главные мужчины. Вы тут убирайте, сейчас придем им в карты играть. А мы пойдем с Ленуська. Идем сюда, Ленуська. А то просто там встали, наверное. А ты как тут сделана, ты видишь? По этому. Вот этот домик. Сколько мы тут раз спали на кровать. Тут какие кровати железные. Я вам покажу. Потом супер. Ну, это уже другая организация. Тут собирались. Вот видишь, камни парилку строить. Но не получилось. А тут же мы сидели, когда папа я не приезжал. Вот это Самелка. Если дивишься видео, если хочешь, приедемо сюда. Не маю мажорства. Ну, хорошо. Вот там. Это Самелка чистая, культура. Да, культура. Туалет есть. Да, да, да. Как ты любишь. Да, да. Коваль, где класть ты? Дека лавочка. Ну, все равно мангалы везде есть. Идем левее. Это тут я на рыбалку хожу. Это для Коли. Он рыбак такой, как я. Кругом столи великие. Нет, это в туалет мы ходим. Нет, нет, это, как я с рыбалки иду утром, чтобы спать, то я сюда иду. Ага. Сейчас пойдем, может, садок свой найдем. Видите, дождей совсем не было. Все таке сухое, что... О, нет, ну на солнце, конечно, пожарче. Мы ось две клуши идемо в ковтах таких. Дети в трусах купаются детьми в ковтах. Вы видите? Старость. Не радость. Кто бы сказал еще. Уже есть микрофт, не кофта. Нет, очень сухо, конечно, очень. Ну, там пляж, вы видели, что прямо на... Ну, я вам покажу напрямую. Здесь лисички есть? Лисички? А, гриби? Не знаю, может, есть. А тут же мы ехали на машине прямо сюда. Мы на берег прямо подъезжали. И так странно, едем мы в туалет. Я думаю, боже, ходили литом тут, загорали. Тут, между прочим, с палаткой приехать. Это вообще бомба. У Сереги Палата куча. Купили еще одну новую. Еще одну? Да, они даже есть домик, знаете, такой гипюровый. Ну, ты поняла, да? Ага, я понял. Ох, вон. На старшивом двести народу. Тут люди не так заросше було. Ну, подивимся. Вечером ось пидем на рибалку. У нас мало на базе. Там, диви. Там даже вон в одни мотоцикл, чи що? Да. Мы что, тут тоже палатки ставим. Диви, как вы топтали. Йома, диви. А, что именно? Так, а ну, садок мой не висит тут. Ой, та вот тут, ось на оцей палке. Немає. Немає садка. Помните, вот тут я его вишала. Вот тут мне нравится. Тут и купаться хорошо. Тут народа мало. И рыбку ловить под очеретом хорошо. Ага, оно было, да. А ну-ка, ось заросло. Мало тут купается. Бачите, дивите, как заросло. Ай-яй-яй. Судаки помнишь, в том году были? Самел Таиланд ездил собі делать это. Ага, объедает орнох. Да. Не, ну он по коридору. Теплого, да? Вот смотри, на той стороне, это саржевый завод у нас есть. И это ихняя турбаза. Видите, сколько народа? И там музыка играет, там свадьба, наверное. Там свадьбы проходят. Боже, як заросло. Смотри, даже видно, он, видите, он, и он водоросли страшные. Вот когда мы вот заходим, вот где песочек, видите, вот так вот раз и поплыли вот между этим коридором. Так что, и купаться можно прямо, Лен? Да? Да, тепло, да. Сейчас на мочечку идти пішла. Боже, какие сопли. Это под этими соплями могут быть раки. Ты помнишь, мы в том году тут позапрошили, ловили карась, а теперь позаростало, нічого тут не половишь уже. Оттуди кидали, оттуди. Видите, какая байдарка яркая. Вона пуста? Дуже заросло два года, за два года. Он кто-то ловил рыбу, бо хліб он валяется под очеретом. А тут так вообще дно, такое тверденькое, тут песочек, тут хорошее дно. Раньше, когда, да, дуже давно, год, наверное, может, я не знаю, ну, 20 точно. Оце все было пляж, оце все было пляж, и тут купался, где хотел. Вот тут даже, вот идемте, я вам покажу сейчас. Вот тут есть места. Завтра утром я прийду на рыбалку. Вова захоче вставать, или не захоче. Мы, может, с Вовой еще сегодня вечером, но мы прийдем, нам надо рыбу почистить. Бачите, тут ось загорают, ось мочалка, и даже кто-то казан. Мы, бачите, интеллигенты. И тут вот пошли вот такие вот места, места, места. Вот смотрите. Тут тоже можно, вот садишься, и можно ловить, туда вот бросать, видишь? И дальше пошло то же самое. Мест здесь очень много, и на той стороне, и на этой. Но сильно псел, эта речка называется псел, я вам уже говорила, очень зарастает. Еще, ну, пять лет, и все, тут вот это все будет багно. Видите, какие водоросли он? Вообще ужас, жалко. В псле вода очень чистая, по сравнению с Днепром она очень чистая. Но он становится мелкий, зарастает. Ой, обидно. Там песок, видите, какой прекрасный пляж сделали. А тут так, тут хозяина нема. Так, все по чуть-чуть, знаете, как кажется. Ну, что дикарями любят отдых, приезжайте, палатку ставьте и, пожалуйста, отдыхайте. Здесь палатка, ну, видишь, яйца. Ого, яйца, наверное, из этого. Из качки такие здоровые, чистые. Ну, сонце заховалося, то и не жарко. Ось песочек, мы тут лежим, отдыхаем все время. То там одеяло нас, то там в карти граемо. Вони загорають, а мы ловим орибу. Видно, видно, дно, значит, вода чистая. Ви бачили, яке... Фу, блін, набрало. У меня там кульки под низом. Вон, дико, рибка повлила здоровенько. Ты видишь? Позапрошли год, когда мы тут были в Максима день рождения, прямо судача там маленький плавали тут. А діти тут ловили. Тут радужный окунь хорошо ловится. Ну, попробуем, прийдем, попробуем на удочку. Може, и карась полупимаем. Тоді ви помните. Да, да, не рыбака пеймав. А там он тут лазив, ты бачишь, вечеречки. Потому что вон там шукали, Бог его знает. Ну, тут діти піднімали, то раків ловили. Так, пішли. Тут погано, что немає, может, сколько отдыхающих. Ну, сделали бы такие ступеньки, чтобы сходить. Дуже тяжко сходити. Надо сядать на попу, чтобы злезти. Конечно, я же говорю, раньше тут пляж был ничего делать. А сейчас, ну, мусорка стоит, и за то спасибо. А что на том пляже? На том, там же аж три. Вот, идем подивимся. Такой воздух вообще, знаете, от этого воздуха хочется спать. Очень много кислорода. Вот цинеприміщення справа, или она проходит, не буду вам показывать, это два туалета. МЖО, ну, понятно, где свобода, там и идут. Я вам скажу, там хлорочкой моют, чистенькая, да, 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 да. Вот так, вот так нам простоять, хопа, туда и пошел. Ну, тут свиньи, конечно, люди не дошли до туалета тоже. Все зависит от людей, как я говорю, все от людей. Смотрите, вот здесь уже этот палаточный город, вот наша машина там. А это же другой организм. Мне вот все, что это ГОК построил, таки. Так а че ж вони ни разу тут никого людей, пляж не почистили, ничего. Ци дома НГЧ-7. Я тут боюсь, какие дырки, тут и клопаю. Хотя тут люди отдыхают. Вот, шикарный, современный. Вот идем сюда, Лен. Современный такой домик они построили. Они его привезли. Да, они его привезли, поставили вот так вот. Да, и видно, что ГОК. Смотрите, какая плитка. Смотрите. Плитка шикарная. Смотрите, какой навес. Все. Смотрите, даже заземление. Свет проведенный. И все, как говорится, по-крутому. Но на этом все закончилось. Пляжа нету. Смотрите. Видите? Смотрите. Я тут ни разу не видела, чтобы люди отдыхали. Ну, ключи, наверное, у охранников тут есть. Нет, вот были. Смотри, видишь, вот спираль. Ну, может, возле домика. А так клево. Тут вот так коридорчик, комнат много. Там сидеть. Ну, смотрите, какой пляж. Ты будешь купаться в таком пляже? Нет. Смотрите. Это тут с удочкой посидеть, я понимаю. Ух ты, есть такие вот водоросли. Так, две какие-то водоросли. И вот тут еще какой-то пляж есть. Вот идемте, я вам покажу сейчас. Надо, чтобы пляж был. Бульдозер был. Все в руках. Чего не расчистить? Смотрите. Вот спускаешься. И опять-таки сидишь там просто. Ну, тут хоть более-менее. Ну, сейчас мы трошки заедем. Дожди, сейчас. Оп, Алла, ступня, чтобы не покатиться. Потому что это очень круто. Да, я красиво цветет. Ну, тут тоже, смотри. Вроде бы, ну, тут купаться не будешь. Тут надо будет нам свого и прийти оце рибку половить. Диви, как тут хорошо. А что такая вот эта пішла? Глянь. Кто-то тут бовкнулся. Ну, да, только что, да. Ну, я тут будешь купаться, где-то там багно. Тут рыбка может ловиться. А так шикарно, смотри. Все культурно, все сделано. Не хватило сил пляжу зробить. Не хватило. А нет, смотри, тут кто-то вот вытоптал ходиль. И машины вон стояли. Не знаю, чи там отдыхали, чи не. Ну, глянь, как катушка. Да, наш центральный. Лавки. Песок, гляньте-ка, сухая. Сухая, сухая. Абрикоса, точно. Глянь, как оранжевая. Она, наверное, еще и добра. Ух ты. А ну, давай попробуем. Спасибо. О, яка вона оранжевая. И туга, ты бачишь? На курагу шикарно. Ну, вкусно, ничего, надо нарвать, наверное. Вот поди, дивиться. Никто не есть. Вкусно. Угу, угу. Яка вона оранжевая. Да. Прямо на зеленом, прямо так смотрится, глянь. Как апельцины висят. Люди гуляют, видите. Да, вон она хорошая, она иду же такая-то. Посушить хорошо. Вот пляж, где мы купаемся. Не, ну сейчас я там, дети купаются тут. Столик вот, смотрите. Фу. Можно сидеть. Тут машин, конечно, побольше уже. Видите, тут песок. И берег тут нормальный. Водорожья нету, все вырвато. О, мотоцикл водный едет. Смотрите. Круто. Мы когда приезжаем просто так, ну, без ночевки, то мы вот здесь под этим домиком. Расстилаем покрывало. Вот здесь. Вот здесь. Тенечек. Дети купаются тут, мы их видим. Да, вот это тут мы сидим, ось шикарно. Да, да, уже съела, дуже багато, да. Вот так было здесь, да? Вот так здесь было, да, да, да. Тоже съедают. Ну, здесь такой хороший, ну, тоже. Буквально 2-3 метра, и сразу глубина идет. Но вода чистая. Ну, такие вот. Там дальше Дармашевская дачка. Вот это красное здание. Идем туда посмотрим. Ну, смотри, культурненько. Можно посидеть в тенечке. Можно на солнце. А вот эти вот осыны. Становись, Лен. Вот так вот спиной. Надо, только говорят, почему-то вечером. Надо расслабиться и вот так вот стоять. Это сейчас на расслаблении. Не, ну, понятно. И ровно, ровно, ровно. Надо, чтобы ноги, что-то, смотри, ноги тут, что-то смешаны. Икры не касаются. Ой, боже, боже, яки. То все эти дерева стали. Вот, дивитесь, эти два. Идем-то мы покажем вам там вот. Вот в этом зеленом киоске раньше продавали воду. Все, когда дети наши еще маленькие совсем были. Вот наши хлопцы там сидят. Варят. Дальше ничего не варят, сидят. Воду варят. Воду варят, в ступе. Машить надо. Ага. Ну, вечером хорошо, конечно. Днем. Хоть там холодно, хоть там тепло. А вот у меня не как-то, что-то такое, столовка? Вот у белых? Да. Нет, вот так домик сделан из такой веранды, наверное. Вот тут дом красивый был. Царомашка был директором карьера. А потом его уволили, забрали. И то там кто-то остатки взял. Заборчик. Я заработал и хороший домик. А вот тут, вот это вот от железной дороги. Эти дачи. Вот здесь планировалось, когда еще у нас был Кирпа. Царство Небесное. Планировалось сделать здесь столовую. Комнаты, видите, для персонала столовой. То есть как пансионат. Но не судилось. Вот так все осталось. Я думаю, на всем уже все. Да, кто хочет что-то сделать, всегда его убирают. Да, тут у человека умирает резко. Да, с двумя пулями в голове. И еще плюс, еще простреляно самоубийство. Поэтому, видите. И рамы уже были. То есть осталось немножко. Вот построили душ. Летний душ. Вы можете окунуться здесь. Есть собака. Ну, собака охраняет, конечно, как же. Собака обязательно. Есть даже лодка. Смотрите. И самое... Ой, мне мурашка полезла прямо по этому. И самое главное, вот есть колонка. Собака, тебе жарко. Две собаки, Лен, уже. Видишь, уже две. Собака. Красивая, какая мордочка. Собака, барабак. И вот есть колонка. Вот сюда мы приходим. И набираем воду там для ухи. Но она, конечно, странноватая немножко вода. Ну, ничего. Лодка, смотрите. Цветочки тут девочки посадили. Вот, смотрите. Каны. Ну, они... Ого-го-го. Лена, что такое? Видите, поливают. Ну, что, такая жара. Разве можно его полить? Вот, смотрите. Вы тут качаешь? Насос такой. Вот так вот. Вот так качаешь вот. Ой, что-то вода упала или еще что-то не... А, наверное, не работает это. Нет. Вот этот кран откручиваешь, вот отсюда вода. Это не работает. У нас так дома было, выбросили. И вот, смотрите, здесь вот заезжаешь. Видишь, какие клумбы девочки тут поделали. Это новый дом, наверное, для персонала построили. Красивый. И здесь даже зимой, видите, вон труба. Пальмы, смотрите, какие с бутылок. Тут просто народное творчество. Сейчас я вам покажу. И все, и выезжаем туда. Качели есть. И тут качели, и там. И там еще один туалет есть. Туалетов много здесь. Смотрите, какие пальмы. Видите? Прямо как в Африке. Пальмы как в Африке. То есть, смотри, и шапочку, и бутылочки. Ой, даже красивой. Смотрите, тапочки покрасили в желтый цвет. И клумба получила. А вот, смотри, какая мыша с бутылки. Видите? Грибочки, мечи. Единственное, что нету дождя. Вот это плохо. Обязательно есть пожарный щит. Это обязательно, потому что мало ли что, видите, дома деревянные. Вот есть все это. То есть, соблюдаются все правила. Нет цветочки. Чистенько. Нигде нету мусора. Это самое главное. Так идемте сюда под через стень, потому что... Ну и все, как на ладошке. Там вправо идет Дармаш, тоже большая база. Вот на Псле, на берегу Псла, тут находятся базы всех предприятий, которые есть в Кременчуге. Ну, просто сейчас такое положение, что никому ничего не нужно. Ну, смотрите, есть деревянный поддон. Заходите в душ и купаете. Видите, чистенько, смотрите. Вот так. Раз, два. И вот купаете. Вот тут яма сливная. Вот леечко. Покупаться можно. То есть, нормально. Вот стена кирпичная. И все. Наша турбаза тут хорошо, что мы прямо... Где бы мы ни были, мы выходим сюда. Вот в этом красном домике мне предлагали, но я не хочу, потому что там одна комната, кухня. Ну, нам кухня не нужна. Стол там тоже есть. И там спать негде. Одна комната, и маленькая кроватка вот здесь. Я раз на той кроватке спала, так я думала, что у меня ноги узлом закруты просто. Значит, тут моешь посуду, тут за столом сидишь, пожалуйста. Вот здесь мы тоже жарили столько раз. Тоже приезжаем, сразу моем пол, чтобы было чисто везде здесь. Вот там здесь стекла, когда маленькая кроватка так стоит. Тоже, смотрите, с мисочек. Ну, это в этом году что-то не... Они покрашены, это как мухоморы, мисочки. Видите, ты ног был, но земля, вы видите, какая. Ничего расти здесь не будет. Вот эти перекрытия, что парилку хотели делать, но так и не сделали. Ой, шашлыком уже пахнет, шашлык уже жарит там дальше. Вот видите. Сейчас сниму, вы на солнце жарко. Вот здесь раньше было две половины, здесь была кухня, а там вот мы жили. Вот на этой скамейке там даже была... Сейчас покрасили казан. Поставили, и так немножко подгорело. Кум Гена был живой, уже кума нету 6 лет. Ой, вообще, сколько раз эту ручку открывали. Я же говорю, что все-все вроде бы старенькое, но все остается. Только мы стареем. А это все остается. Теперь тут комната тоже. Мне нравится, здесь кровати вот эти, знаете, такие на пружинах. Я люблю на пружинах спать. Все, вот походили, смотрите, и мы пришли уже к нашему бордовому домику. С таким фонарем. Все. А чего вам машину не перегонить в тень? Надо было народной дочери снимать. А что это такое? Мы думали сюда водку, потом бутылку. А что это, где они взяли такие горшочки? В серванте у нас. А, в серванте. У нас все есть. Так что такую экскурсию вам провела. Сейчас будем. Кто спать, ляжет, кто будет. Еще жарко идти, хай холодильники покаривай. Трошки вечером пойдем. Там так жарко, да. Так что пограемте в карты, чи что давайте. Типа спим, да, все по котам. А что и не. Вы знаете, много кислорода действительно. Прямо так спать захотелось. Ну я кофте по солнцу я укрела. Наш домик вот там сколько ходит? Шесть? Четыре. Четыре. Три? Четыре было раньше. Четыре, четыре, четыре. 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 Раз, два. Ну хай открыли. Ну нам двум хватит. Не, хай они туда идуть. Мы тут будем. Мы все помыли. Говори, хай там спать. Это мы рассуждаем. Когда они будут храпеть, пусть туда идуть. Так, все, мои дорогие. Отдыхайте вместе с нами. С Леной полежать, дивиться. Картины поизучать. Хотя мы их уже знаем наизусть. Ты начитала свою книгу на стуле. Да ты б уже попросила ее, Лен. Хай бы тебе ей подарили. А где она лежала, Лен? В серванте. В серванте. А ты знаешь, что такое молокия? Нет. Молоки знаю, селедки в рыбе. Через естественное осквернение себя рукобудем. Ааа. Это быстро разрушает телесный, о Господи. Это, Боже. О Господи. Даже про это там написано? Хай Бог милый. Он лучше про трех передуньев. Брехуньев. Картина. Три охотники. Страсть эта быстро разрушает телесные силы, оставляет душевные способности и даже уничтожает их совершенно. Вааа. Тут ужасные вещи. Вам удобно. Нам удобно. Так, книжка надо ей, потому что это будет, знаешь, на костре спалила ведьм. Такой человек становится болезненным, слабым. Рукоблудством, что занимается. Правой рукоблудством. А я же без этого. Так, на этом я заканчиваю. Сашулька еще спит. А мы с работой мы больше. А мы стали, как бы, и чумнее, честно. Вообще. Сейчас кофейку дрыснем. Так, Юля, спасибо тебе, дивись. Сейчас, бачишь, накрыто? Все цивилизовано. Ни одна муха не зарезала. Да? Так. Там она такая тоже давно была. Сейчас я поставлю, даду чайник есть, видите. Ну, такой он, конечно, не дуже чистый. Сейчас я его сполосну. Мы с собой брали воду для кофе, для ухи. Сейчас поставлю, сделаем кофеек. С крандельком. Вот наш крандельок. Ну, тихо же есть, так хочется и попить что-то. Так, клянусь, я чистую картошку уже. Сейчас кофе попьем. Я хочу вам показать, пока у нас был тихий час. Смотрите, сколько приехало людей. Видите? Смотрите. Активный отдых, вы видите? Смотрите. Смотрите. Все, все занято. Обратность никого нет. Только хорошо, тихо, ага. Недолго музыка играла. Смотрите. И с собаками. И без собак. Смотрите. И футбол. И теннис. И все, что ты хочешь. И собачка красивая. Видишь, какая она побежала. В красном ошейке. Там. Выйти. Но купаться как-то не очень. Даже стулья в машине свои. Видите, как хорошо. Все по культуре. Вова с собачкой. А что так ключ стоит? Ключ. Вова с собачкой. Пошел за этими. Дровками. Хотя у нас, вон, дровка наша. Кажется, я с собачкой идет. Это ключ действительно стоит, как у собак. Как эта женщина с собачкой. Так, я думаю, там уже закипело. Прошло за чай. Да. В 15-м году. Делали фундамент. Две, какая маленькая. Покупалась и переводила. Два. Детей очень много. А там, вон, и палатки, смотрите, синие. Так, короче, народа очень много приехало. Так что, синь, так, наверное, уже закипел, че, не? А, так он уже давно закипел. Господи, все, наливаю. Чай я вам хочу показать. Ну, что выяснили, как люди поют под аккордеон. Типа, под баян соседи. Вот сейчас. Репертуар разный. ПОЁТ Молодежь знает тоже песни эти. Видите, как приятно. Я поближе немножко подойду. Видите, аккордеон или баян. Или не поймаю, что привезли и... Ой, спасибо, так спасибо. Спасибо, Руси Соловьи. Хотела снять поближе. Люди говорят, не, не надо, не надо, не надо. Что вы? Вдруг увидят кто-то. Люди какие-то запуганы. Непонятно почему. То есть, песня есть, а изображения нет. Ну, все равно хорошо, приятно, что люди приехали с аккордеоном. Ну, я так думаю, знаете, приехали какие-то родственники, потому что так слышу, что, видно, с России, ну, съехались. И в квартире сидеть не будешь, поэтому они собрались все там, аккордеон, закуска, и вот будут ночевать, говорит. Вы не против, если в часа ночи будут, говорят, да, мне все равно. Ну, хорошо поют, и гармонистов хорошо играет, и про тещу поют, все. То есть, видите, умеют, умеют отдыхать, но... А вот и это, как вы? Кто? А я морковку не брала, лук там вот, аж тыризала, и все. Я ничего не брала. Я и на зелень не брала, ничего, поэтому сейчас попространить от мужа. Так что, извините, хотела показать аккордеониста, но это не важно. Главное, что музыка, вы видите. Не вот аля-ля-ля-ля-ля. Хорошая музыка. Каждый же в праве, знаешь, может кто-то боится, может кто-то судимый, может кто-то какой-то, не знаю, может кто-то с чужой женой отдыхает. Это все правильно тоже, поэтому спросила, нет, все, до свидания. Я морковку не брала, я ничего не брала. Вот эти кисули, цебули, где чесник я брала. Смотрите, какая голова, видите, это Саша голова. Нам с Леной по чуть-чуть. Это Ленуська ухи тут наварила нам. Ух ты весело. А что же делать, надо где-то шукать, я сейчас секунду. А вот мальчики, смотрите, ставят сковородку. Так, не кашляйте. Вот и льви на пер, бляха-муха. А, мы рыбу будем жарить. Так, и рыба, вот, а ты посолил, да, Вовчик? Да, да, да. Это Вова занимался, и тут у нас картик и судачки, бачите? Заверни, чтобы муха не села, пока мы будем муху есть. Бачите, какой казан. Черный-черный будем отмывать тогда. Видите, мы немного варили. А, где картошка? А, картошка на стороне стоит. Билы, ничего не было. А картошку, а картошку, а потом рыбу, конечно, да. Вот, картошка, картошка уже начищена. Пожалуйста. Переворачивалка вот. Гляньте, даже маленький краничек для рук муки. На, переворачивалку. Вот, здесь Вова уже высыпал картошку. Картошка по типу поселянски. Послухайте, как скворчить. А, доброе, да? Угу. Я тоже думаю, что доброе. Пошли, картошка и рыба занимаются вон. Да, все, пошли. Спасибо большое. Доушиться, доушиться. Идем, идем. Ну, ничего, ну, ой, блин, Вова. В презентации никакой зелень забыли. Саша любит разбирать голову, поэтому ему верхняя челюсть, нижняя челюсть говорит. Так, клянусь-ка, нарезает овощи. Я вам сейчас покажу. У нас главный же повар Вова по картошке и по рыбе сегодня. Сейчас я вам покажу. Иду, 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 иду. А, правда, родители что делали на картошке, я делюсь месячки оттуда. Да, это же купили все. Это Федор Петрович, царство небесное. Моя чушка на картошке делала, в литерном цеху. Есть и такие судочки. Но я сильно их не нравится. Дожки уже пошли туда пизденьше, конечно. Да, да, да. У меня даже такие наклейки были. Да, да, да. Тоже мама заказывала там гальваника, как она называлась. Да, это же моя тетка, я была в этом цеху. Да? Да, да. У меня это все было. С надписями там поздравили. Да, у меня же на разносе, да, да, да. Видите, какая вкусненькая картошка. Меня, конечно, никто не поздравлял, бо я же молодец. Ну, Господи, я напишу фломастером тебе подарю. Я подарю тебе, Вова. Нет, я подарю тебе, любовь. Не, не бери. Не, не бери. Так, а ну, давай. Тебе что-то помахти? Нет, пока не надо. Там же получает. Откинь-тикула не берем. Вы боялись последняя? Приходите к нам на картошечку. А сейчас вот рыбу пожарит, Вова, так вообще. Так хорошо, там загружены сильно людьми. А у нас здесь никого нет. Тут только гармонисты, военисты и все. Так что будет спокойно ночью. Но они предупредили, что до трех ночи будут петь. Ну, пусть поют. Вова говорит, я им помогу. Вова любит петь у нас. Особенно. Редна мати моя, ты ночей не доспала. Мы с Леной кушаем, а они там жарят рыбу. Я вам рыбу не показала, да? Уже одну тарелку даже. Видите, как мы с Леной сидим, а мужики наши все работают. Дивите, как я дуфлу. Там птичка раньше жила, дивите. Сейчас как выскочит что-нибудь. О-о-о. Подгорела. Подгорела сильно. Нет, подгорела. Не подгорела, а поджарела. Поналить его лиги горит. Мы выгорели рыбу. Давайте куда-то ей выгорели, чтобы мы куда-то всю горели. Сейчас доедем. Масло налейте больше. Горит. Вот. У нас вся рыба в масле. Костяк должен гореть. Тут же не газ. Мы не можем ее не... Ну да. Я бы налила еще масло, но не буду вмешиваться. Жарьте сами. Всю партию вы хорошо пожарили, а там налейте масло, то и жарьте. Ну, карабцяк душа любит. Кто любит? Кто любит? Давай, давай. Давай, давай. А мне лично все равно рыба. Мне даже не хочется ее. Как тихенько стало. Вітер ушел. Я бы ближе, то же, чи ведро было, чи шланг пополиваться. Это же тут садили какие-то цветы. Бачите, все высохло. Збутил очок заборчик зробили. Ай-яй-яй-яй, все высохло. Бурьян, где эти цветы пропали. Просто караул вообще. Тишина. Уехали уже все гости наши, которые здесь были. Видите, даже чердачок наверху есть. Такое небо. Все, то собачка прибежит, з'їздит. Усих голова болит. У всех. Оце так поспали трохи. Ось говорите, як не спиш в тихий час. Вон, Лена, дивистрада. Голова болит. Ну, лягать. Дайте ресептик, народ. Голова, чтобы не болела. В осину позвать. Под осиной постоять. Ну, лягать никто уже не будет, потому что это уже спать. Видите, какий жучок. Ой, дождем повививало. Бачите, немає зливу. Березка покрашена под березку. Фух. За водой или по воду. Дивите на мои ноги в кульках. Сейчас одни знімут, другие едину. Вот здесь мы сидели. Что-то стол здесь очень плохой. Тут тоже неплохо. А ты видишь, что Юра так и не построил навеса. Пытався. Пытався, все здорово, теки навеса еще не має. Два года назад. Так, Ковальчук Александр Геннадьевич решил покупаться. Нас никто смелых немає. Чось не знаю. Побродилы, а купаться никто не хоче. Хай покупаются. Свежий ум хай пройде. Вон детки катаются на качелях. Видите? Ой. Ай. Кусаются комари чешу. У нас есть лампа. Никого. Больше, когда молодые были, там в молодости, так вот вечером выходим, уже темно. Пороздеваемся и девками галяком купаемся. Вот на покрывалке лежали. Сейчас, сейчас. Чтобы не покатиться хоть туди. В сел він такий. Ой, а воду прут, мама родная. Пока. Потому что вода немножко увеличиваетесь. А воду стягли. Сейчас на час дадут воду. Бачишь, надеюсь, нема воды. Видите, песочек чистенько тут водичка. Вон палку понесло. Красивые тут берега. Ну, это место, потому что купаться можно шикарно. И на матрасе, и на этом. Ну, только заходишь. Три метра, эти четыре ямы сразу. Так, сейчас посмотрим, какая тут вода. Не сбаламутрили. Мне вода не теплая, я не знаю. Да давай, тебе нормально, раздевай кофту. Давай, ты же герой. Ты же казацюра у нас. Смотрите, рыбки плавают. Чистая вода. Вода чистая. Вот чем сел хорош, что вода чистая здесь. Не, ну вот привыкла ничего. Когда солнце светит, нормально. Туда, видите, пошла. Красиво. Пан сидит, он наверху и что-то рассказывает. А ты видишь, под домиком. Санька, давай, раздевайся, ныряй. Это же сибирская язва. А вот, смотрите, песок. Как на горе. Так, то зачем нас спасать? Сибирская язва. А, сибирская, не милый, нема тут никакой сибирской язвы. Тише. Не, не, Сашенька сейчас як нырне. Не, я уже покадилась нормально. Як все солнце светит, нормально купаться. Так, сейчас я пакеты свои сниму, бо, дивись. Ну, Кавальчук, давай, я тебя уже на воде снимаю. Давай. Так не надо, не резко, Саша, обмочися. Подихай, Сань. Не надо резко. Не, я уже стою, то тепленькая водичка. Не, мы там не брием. Нет, нет, хорошая вода. Завтра будем купаться, если не будет. А ты бачка течение, Сань? Не надо, не надо, Лена. Лена, не надо, пожалуйста, не надо. Не, я хочу вся страшно. А то адвокат сидит. Давай, водой иди. Давай, Саня, потихонечку обмочися трошки. Да, подожди. Ха-ха-ха-ха. Да нет. Сашенька, крови идуть. Ха-ха-ха. Водой. Потом ты не захочешь вылазить с водой, Сань. Все стоят пять человек и давай. Давай, 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 Санька, давай. А кто никто ничего? Не, никто ничего. Нет, Саша, больше не пасет. На той стороне, еба, что где солнце, то хорошо, а так нет. Да умойся, помойся, а ты там весь в жиру был. Умывайся. Умывайся. Нет. Да давай уже быстрее, уже рука у меня устала. Ты уже... С мыслями собираешься. Короче, ты хотел показать, что ты герой, а ты такой герой, как говорится, хвост дугой. Ну, просто присядь тут, Сань, не надо на глубину ли. Ой, страшно. Рятуйся. Давай, Рябинка. Давай. А, вот, видишь, все. Вот так, видишь, как хорошо. А ты боялся. Не, надо было днем нам покупаться, Лен. Хорошая водичка вообще, супер, да. Я уже, я уже стою так тепло-тепло, да. Страшно первый раз. Не, не пливи далеко. Умывайся, умывайся, умывайся. Як дитинка маленькая, еще на рукавнички годить. Не, хорошая вода. Не, нормально, реально купаться. Днем, днем купаться легко, вообще. Вовчик, давай. Пока никак. Ну, как хочешь. Вот мужчины тоже еще купаться. Саша, а ты что, здесь контролер, вы купаться? Нет, смотреть, конечно, купаться. Так, все, пойдемте, ведра. Саша, давай, бери ведро. Тепленькое. А че ж сыра-то скотчили? То, что вода тепленькая, да? А вот эта штука, ну, покажи, сыночек, что это? Вот передают, что один ребенок так, поэто, поранился ею сильно. Ладно, врут. Врут, да? Прямо показывают, вот я в интернете видела, вот прям вот такой этот шрам на этом. А что она делает, скажи, пожалуйста. Ну, крутить надо, передавать из рук. А тут и круг. Ну, вот трюки там. Ну, расскажи, расскажи. Ну, вот как ты мне передашь? Не вводя, оно же в воду упадет, пропадет или нет? Ну, надо делать всякие трюки. Ну, я хочу сделать так. А ну, сделай трюк хоть один, покажи, я посмотрю. Ух ты, как оно, как будто кран открыл. Красиво. А ну, ну, покрути, красиво. А, он еще и шумит. Короче, придумали. Чем бы дитина не играла, если бы не плакала, правильно? Да, да, да. А, мама и папа купили, да. Да, да, мама и папа купили. Все, давай, хороший мальчик какой. Все, ноги помазали, помыли. Ось, Мишка Гами уже вышел. Так, а где ты свои деви, извините, плавки мокрые? Разуваться в дом не ходи. Куда пошел? Куда там песка сики, ты шо шутишь? Они ж мыть не будуть. Ох, уже ноги ці. Давайте шип крутишь. Так. А Вова уже договорился начать песен. Люди приходили, те, которые поют, кажут, что у них нету спичек. Вы можете нам отдалжить спичек? Да, Вова каже, а где ваш баянист? А баянист, каже, немножко выпил, лишнее уже не поет. Ну, хай, как проснется, Вова будет идти спевать до них. Вова любит спевать. Так, все, сейчас убираем, будем играть в карты. Вы согласны, ребят? Не, суседи, когда гармонист проснется, тогда будем спевать. Все, хорошо, давайте. Видишь, как карты видно, да, где тысячи, а где такие, эти новые, эти грязные. Ну, и ничего. Меша, как, баян? Не, вот уже мы так замазываемся. На дурака, давай на все. Баянист уже проснулся, сейчас наши хлопцы идут туда спевать. А мы же можем тут спевать под ихнюю музыку. Пика, козы. Пика. Хорошо. Для каждого человека. Вы почули, Вальдемарчики? У меня есть рюмка, вот она. У меня есть, не надо, у меня есть. Мы, бачите, что сделали? Мы с Леной великий взяли, а у наших мужиков манюпусеньки, манюпусеньки. Да, сейчас то есть манюпусеньки с кем стали? В картах. В картах? Все, я боюсь, я вас боюсь. Пика. Пика, козы. Ну, все, с Богом, как говорится. Да. Это индийская... А, Лен, какой красивый пиречко с петушкой. Чтобы ни один демон на нас домой с Леной не пришел. Видите, мы повесили на вход тут. Хай вы сидите. Может, кто-то зайдет, да? Ладно, я тогда уберу, Лен. Я тогда уберу. Вот тут она лежала на этом, Лен. Оно вона, Лен. Все, все, все. Так, кому кофе, пожалуйста? Я не спорю. Я даже, Лен, не знаю, какая твоя кофе. Я тут что-то наколотила. Ну, на тебе, мне маленькая, тебе величайник. Видишь, видишь, чтобы горячая. Горячая, горячая. Вот так. Горячая. Так, а кто у нас дураком остался? А кто у нас остался, ребят? А кто у нас, я была? Ну, Господи. Пискатель белый залила ж лето вино. Так, Удь, глянь, карты перевернула. Все, все, она обрет. Хочу показать. Вон, видите, между деревьев, вон, красиво луна всходит. Круглая, круглая. Сейчас она поднимется. Тишина. Как карты проигрываем или что? Видите, выключили уже свет, потому что темно уже. Ковальчук ничего не бачит. Ну, так ты же молодший, то ты и бачишь, да. На два года. Ну, да, да, если бы... Два в квадрате. Вина, сейчас старший тебе... То есть ты старший, наверное, три года. Как Пескобеленка выиграла. Ну, и молодец, женщины рулят. Мужики наши, что-то вообще... Люди там вон в полах. Слышите, поезд поехал. Тут ух, тут ух, тут поезд ходит ряда. Так, а что вы на столе оставим, а что заберем? Соль, сахар на Крым, лидером вы, наверное, да? Да. Слышите, нусь-ка, вот по левую руку от меня. Я по правой, играем. Вы знаете, что мы брали лампу комаровный мат, да, ребят? Да ты шо? Ходи восьмой. То вышел ли. Я проиграла. Гады, Вова, как ты мог, чтобы твоя жена проиграла? Ну, я хочу, чтобы она играть. За мной и болит. Молодец. Заболит. Болит ваш заболит. Ничего, ну, значит, мы же кровной програем. Ну, и да. Надо хоть по копеечкам по каким-то сигарам. Да, грустно.